Итак, в моем распоряжении был небольшой отрывок геймплея из волшебнейшей игры Ori The Blind Forest. Это был кусочек геймплея изначального левела и финальная битва с боссом. По традиции я любую работу стараюсь начинать со составления подробного технического задания, и Ori стала не исключением. Так как это геймплей, то логично было разбить видео на системы, которые впоследствии можно интегрировать в какой-то аудиодвижок, либо в сам Unity или Unreal. Собственно, здесь я так и поступил. Мы видим систему нашего PC, NPC, SFX, Ambient и так далее. То есть я постарался выделить максимально подробно каждый ивент, который впоследствии может встретиться в игре. С этим файлом можно ознакомиться в прикрепленных материалах. Что касается самого проекта, я не буду рассматривать каждую систему максимально подробно, потому что это может занять очень-очень много времени. Я расскажу только о некоторых нюансах и моментах. Так как это огромный, волшебный, сказочный мир, то логично уделить, конечно, большое внимание окружающему нас пространству. То есть это наш эмбиенс со всеми шероховатостями, какими-то скрижеточками, различными существами, которые вокруг нас обитают. Соответственно, при работе над эмбиенсом я руководствовался следующими принципами. У нас должна быть легкая, красивая атмосфера, и у нас постоянно где-то должны возникать какие-то интересные звуки, чтобы слушателю, даже если он будет стоять на одном месте, было интересно слушать этот окружающий мир, чтобы он ему не надоедал. Так, к примеру, вот когда мы приближаемся из скалы к нашему водопаду, помимо того, что наш водопад, он раскрывается по ширине своего стереополя, то есть вот он изначально был такой узенький, а потом, приближаясь уже к самой полянке, где у нас вода и сам водопад, он становится уже по всей ширине спектра. Но лучше один раз показать, чем рассказать. Давайте послушаем. Как-то так. Также задача была озвучить сцену, используя как музыку, так и без ее использования. Но я решил, что даже в отсутствии музыки у нас, как минимум, должна быть всегда какая-то волшебная тональная составляющая. Так, на серуме я сделал вот такое заполнение, которое у нас длится на протяжении всего левела. Оно практически незамерно, но тем не менее оно создает ту самую волшебную атмосферу. То же самый эффект я применил при битве с боссом. Более грозное заполнение. Следующий элемент, конечно, который придает живости, на мой взгляд, это голоса, которые мы слышим, голоса в нашем главном герое. Голоса, крики, рыки, ревы различных существ, которые нас окружают. Собственно, этим я и занялся, о чем говорил в самом начале видео. Так, я хотел добавить голос нашему главному герою, когда он совершает прыжки и записал кучу вот таких вариантов. Также я обожаю записывать всякие крики-рыки для различных монстров и очень редко прибегаю к использованию библиотек. Так, например, записывая вот первого монстра, которого мы встречаем, который похож на какую-то стрекозу, у меня получилось записать такой довольно забавный рык, который звучит следующим образом. А это всего лишь поднятый на 13 полтонов мой крик, который звучит следующим образом. То же самое касается босса. У нас есть отдельные группы по работе с его голосом. И здесь также вы можете видеть, что 90% это записанный мой голос. Который подался обработке также при помощи дехимонайзера. Если мы его отключим, то... Но со всеми обработками он звучит довольно интересно. Также я постарался добавить всякие его стрекотания в виде жвал, каких-то перетираний там крыльев в виде... Всегда интересно добавить такую художественную изюминку. Ну и, конечно, наш положительный герой... Вымышленный язык всегда добавляет красоты. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилась моя работа. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok